Эмиграция. Европа, Америка и остальная океания. Реалии, нюансы, перспективы. Бесплатно и без СНС в подкастах грязного трактора. Всем привет. Ну, короче говоря, сорян, что так поздно выхожу в эфир, но вот что-то как-то сегодня день сумбурный очень получился, неожиданно. Я начну отвечать, отвечу сразу не на все, буду возвращаться к этому там время от времени, потому что работка, все такое. Но я, правда, скоро заканчиваю, после работы допишу весь остаток всем скопом. Ну так вот, да. Для начала, так как это подкаст, да, привет-привет, начнем продолжение. Второй выпуск, или это, может быть, будет третий выпуск, или полуторный про Остраву в частности и Чехию в целом. Для начала вопрос, который, собственно говоря, послужил поводом для организации новой сессии – это работа. Значит, я узнавал у своего менеджера по поводу возможности найма россиян, ну, точнее, вообще, в принципе, я узнал по поводу найма людей из не ЕС и уточнял, что речь идет про россиян. Он узнавал у своих людей там выше по, так сказать, цепи и у своих там сотрудников-менеджеров, коллег, и сказал мне, что проблем с этим никаких нету. Более того, затраты для Тиета конкретно, при найме из-за рубежа, примерно такие же, как при найме людей из Чехии, потому что и в том, и в другом случае платятся провизии компании, которая занимается этим самым наймом, и провизия в этом случае одинаковая для Тиета. Он сказал, что если человек заинтересован в работе в нашей компании, то достаточно послать резюме, поучаствовать в собеседовании, и если проект-менеджер решит, что человек ему нужен, то он, пользуясь Тиетовскими внутренними, так сказать, каналами, его сюда условно позовет. И вот эта вот фирма, которая Тиета платит провизию, организует доставку, так сказать, человека сюда, в том смысле, что поможет со сбором и подачей документов, и, собственно говоря, всю эту административную часть работы Тиета оплатит. Вот, значит, при этом, что при этом? При этом нужно понимать, что, скорее всего, я так, это я уже не знаю, но, скорее всего, на собеседовании нужно будет поприсутствовать лично, и кругов собеседований бывает несколько. У меня лично было три круга. Возможно, не знаю, может быть, если как-нибудь договориться, то проект-менеджер вас пособеседует и через какой-нибудь там скайп, или телефон, или черт знает еще что, но это все, по идее, зависит от конкретных проект-менеджеров, потому что там некоторые по-своему процессы организовывают, некоторые там как-то иначе, и у кого-то на каких-то проектах они более строгие, на каких-то менее строгие. В общем, очень все так раздроблено в плане, в этом плане. Вот. Опять же, сразу же скажу, что Тиета не единственная международная корпорация здесь, в Астрове, и думаю, что большинство международных корпораций, айтишников, будет набирать примерно так же, в смысле, что проблем с этим не будет. Так, от балды знаю, что есть еще компания Виндава, которая здесь является филиалом американской фирмы, не очень большим филиалом, здесь всего пара десятков человек, я не знаю, может быть, 30-40, и говорят, что у них очень такое, такие, так сказать, семейные отношения в компании, то есть очень все там друг с другом дружат и общаются. И набирают людей по их словам так, что, значит, как бы нужно пособеседоваться с энным количеством человек, и чтобы все были согласны. И с точки зрения знаний, и с точки зрения вообще того, каков человек. Есть еще компания CGI, куда здесь у нас пытаются перетянуть людей, они из нашей компании, тоже международная, тоже наверняка с радостью вас возьмет, если у вас есть достаточно опыта, если вы достаточно интересный, как сказать, перспективный сотрудник. Вот. Ну, естественно, это все касается людей, которым есть что предложить. Вот. Вакансии здесь освещать смысла, наверное, нету, потому что это не подкастная тема, это очень быстро меняющаяся вещь. Скажу только, что нам ежедневно, ежедневно высылают ньюслеттер в нашей компании, и в ньюслеттере обычно бывает ссылка на актуальный список вакансий, и последний, который приходил вчера, он выходит по четвергам, содержал 178 позиций. Вот я специально посмотрел. Конечно, там есть всякие неинтересные позиции, типа саппорта и прочих. Вещей, которые мало кому, наверное, интересны в плане найма сотрудников из-за рубежа, но девелоперских, админских позиций там прилично. Вот. Поэтому если вдруг, как бы, в принципе, могу кому-нибудь там посмотреть, если вы ко мне обратитесь в Телеграме, можно, наверное, скорее не в личку, а, наверное, прямо в нашей чешской группе, чтобы информация была доступна для всех. А я по вашим, так сказать, этим способностям вам посмотрю и скажу, есть ли такая позиция у нас. Потому что на сайте этих позиций там, ну, штук 20, может быть, от силы, а вот в этом внутреннем файлике, вот, как говорю, 178. И еще, кстати говоря, не только в Острове СТИТ, он есть еще и в Брно. Вот. А Брно вообще, насколько я слышал когда-то где-то, это, можно сказать, айтишная столица Чехии. Там, в частности, сидит, например, Сэзнам, да, этот чешский поисковик, условно, как Яндекс и Гуглы, то есть со своими сервисами и так далее. Вот такие вот дела. Следующий вопрос от Дмитрия. Как работает почта, мобильная связь и интернет в Чехии, каковы на них цены? Я себе выписал парочку ключевых пунктов, чтобы не голословным быть. Хотя, так уж прям, чтобы совсем четко на все ответить, наверное, недостаточной у меня будет информации. Но все оценники, на самом деле, везде есть. То есть вы посмотрите на конкретные фирмы, на конкретные сайты и все можете узнать. То есть я так чисто в общих чертах пробегусь. Почта нормально работает. Стоимость сложно сориентировать. Я участвую, например, с женой в посткроссинге. Да, посылание открыток туда-сюда разным людям. И открытка по Европе, включая европейскую часть России, 25 крон. А в какую-нибудь Америку или там еще куда-нибудь в какую-нибудь задницу стоит 30 крон. В АДМе я участвовал, например, сейчас на Лепре, посылал подарок человеку. Он получился достаточно небольшой по объему. И весил он что-то порядка одного килограмма там с копейками. Поэтому мне его послали по тарифу, условно, письма. То есть это была не посылка, а ему письмо. И обошлось мне это где-то в 300 с копейками крона. Это я посылал, соответственно, в Москву. Вот. Ходит почта быстро. Заторы бывают обычно скорее, когда посылаешь как раз в Россию и по вне почты России. И что еще сказать? По Чехии ходит почта эффективно, разве что в Новый год. Ну, то есть в Рождество бывают затыки и долго все доходит. А так проблем не возникает. Вообще, в принципе, почта здесь используется... Мы ее используем часто, потому что заказываем через интернет всякие штуки-дрюки. Ну, и либо почты их возят, либо курьерами, либо еще чем. И тут не могу сказать, что курьеры были как-то лучше или что-то такое. То есть, короче говоря, не знаю. Если вас что-то конкретно интересует, спрашивайте, я отвечу. Мобильники. Ну, как бы здесь три крупных оператора. Если вы думаете, что в России сговор большой тройки, то вы не были в Чехии. Здесь самые, вроде как, оббираловские цены во всей Европе в плане телефонов. T-Mobile Vodafone O2. Всем известные имена. О величине их сговора говорят цены. У всех... Сейчас в какой-то момент все перешли на безлимитные тарифы, все эти три оператора. И у всех одинаковая цена. 749 крон. За это ты получаешь у любого из них полтора гигабайта трафика и безлимит по всем сетям. Vodafone, к тому же, еще предлагает за 349 крон. 100 минут, 100 мегабайт и безлимит внутри сети. O2 за те же 349 предлагает 60 минут, 50 мегабайт и безлимит в сети. Плюс бывают особые предложения внутри компании. У нас Тета предлагает подсесть на O2. И, например, за 300 крон ежемесячных можно получить те же полтора гигабайта трафика и 30 минут разговоров. А тот их замечательный, отважный, безлимитный тариф, который так стоит 749 крон, вот через фирменное предложение стоит 549 в месяц. Как-то так. Я не сторонник этого, потому что я вообще мало звоню и пишу в интернете. Сидел бы больше, но он здесь не дешев, мобильный. Поэтому я выбрал виртуала. Виртуалов здесь вагон и маленькая тележка. Мне лично нравится мобил.cz. У них минута разговора стоит 2 крона и 20 гейлеров. Со второй минуты начинается посекундная тарификация. СМС-ка крона 50. И за каждое пополнение счета на 200 крон и больше дается 200 мегабайт бесплатного трафика. Так что как-то так. Так и живу. Ну и интернет. С интернетом все тоже сложно как-то унифицировать. Я знаю, что ближе к центру у нас здесь был такой провайдер Orbis.net. Сейчас его переименовали в интернет-хоум, а потом его купил еще и О2. У них сейчас 20-мегабайтный канал. Причем я не уверен, насколько он не ADSL. Не знаю. Стоит 500 крон в месяц. А в нашей замечательной Порубе, мы пользуемся провайдером Poruba.net, у них оптическая сеть без агрегации, кажется, стоит 350 крон ежемесячно за 50 мегабайт туда-обратно, а при предоплате за целый год бесплатно дают вместо 50 мегабайт 100. И даунлоуд, и аплоуд, соответственно. Вопрос от Кату. Сколько евро стоит в месяц жизни с относительным комфортом одному человеку без или с вредными привычками, не или умеющему готовить? Ну, как вам сказать? Сложно сказать. Я выкладывал чек, о чем я писал выше. Чек на нашу условно-стандартную закупку. Мы закупаемся на четырех человек от полутора тысяч до, в особо сложной ситуации, до трех доходит. Но у нас особо, когда платим много, когда платим 2,5-3 тысячи, то это значит, мы покупаем какие-нибудь подгузники, которые нам нужны и так далее. Так что я думаю, что, учитывая то, что из этих четырех человек двое детей, ну, одному, может быть, крон на 800 еженедельно можно закупаться и чувствовать себя абсолютно вообще просто замечательно. В остальном про сигареты ничего не скажу, не курю, не курил, не знаю. Пиво бутулированное местное Родегаст стоит крон 15 где-то за пол-литра, а какой-нибудь там пилснер 20 с чем-то, по-моему, стоит. Из них потом что-то кроны-3, по-моему, за бутылку возвращают, когда ее вдаешь. В баре же стакан пол-литровый стоит где-то порядка крон 27, если знать места. Обед в нормальной забегаловке будет стоить где-то там от 80 до 110 крон, наверное, примерно. Ну, что еще сказать? Бензин 25-26 крон сейчас стоит, по-моему, 95-й. Вот такая вот жизнь одному. Опять же, спрашивайте более конкретные вопросы по конкретным ценам или еще каким-то условиям, и я все обязательно расскажу. Вот. Так, остальные вопросы оставлю чуть-чуть, но потом пойду поработаю, чтобы как-то на меня особо здесь косо не было. Подкаст грязного трактора. Так, я уже вышел с работы и по дороге вам тут порассказываю. Сейчас до машины дойду, сяду и там поговорим спокойно. Пока иду, парочка пояснений. Во-первых, на еду мы тратим, да, где-то тысяч, наверное, 10, ну, 8-10 ежемесячно. Да, то есть эти 2-3 тысячи – это еженедельно. Как я говорил, 3 тысячи бывает, когда мы покупаем какие-нибудь подгузники в том числе. Или еще что-нибудь, потому что закупаемся мы в Глобусе, а там продается не только еда, там, собственно, продается все подряд. Вот. И одежда, и игрушки, и черта в ступе. Вот. Тем не менее, то, что Глобовский тратит там 6 тысяч, условно, а мы 8-10, объясняется тем, что вот мы, как я уже говорил раньше, любители всяких био и прочего, скажем так. То есть, условно, яйца мы покупаем в 2 раза дороже, чем те, которые лежат рядышком. И там всякое мясо мы покупаем другое и более дорогое. Вот. Это не предмет для меня, для холиваров. Я не хочу это обсуждать, собственно говоря, но нужно это учитывать, когда я говорю о ценах, или точнее о суммах, которые мы тратим на еду. Ну и про компанию нашу там было удивление, уже не помню чье флайеры, наверное, что 178 вакансий только по Остраве. Ну да, вот я повторюсь, я текстом ответил. Повторюсь для архива, что называется. У нас в Остраве 2000 рабочих мест в здании. Заполнено оно почти полностью. По последним данным на одном из митингов говорили, что у нас сейчас активных работников что-то 1900, что-то типа там 87, условно. При этом сейчас начинают внедрять тему под названием shared workplace, потому как многие работают из дома часто, я и сам частенько остаюсь, и их место остается как бы типа неиспользованным. И так как таких людей достаточно много, то можно, несмотря на ограничения в 2000, и пока кто-то сидит дома, на его место содержится кого-нибудь еще. Поэтому, да, вакансий много, они постоянно обновляются и по большому счету не уменьшаются, потому что это большая компания, менеджеры, эффективность, текучка условная, которая в основном все-таки происходит не из-за программистов, в основном увольняют в первую очередь менеджеров, ну и как бы вот так вот. Потом, опять же, в том житии это хорошо. То, что если ты программист, тебя уволили вдруг, то ты можешь не уволиться, так сказать, а перейти в другой проект. Я слышал, что такое народ делает. Продолжим дальше по списку. Следующий вопрос был, опять же, от Кату. Насколько сложно и долго адаптироваться, и выучить язык. И к этому же по большому счету относится один из более поздних вопросов, на который я тоже частично уже текстом отвечал. Достаточно ли знания английского и только зачатков разговорного чешского для жизни здесь, учитывая то, что Чехия – это все-таки Европа. Значит, адаптироваться, по большому счету, на мой взгляд, в любой стране несложно, если человек адекватен. То есть, тут дело не в том, что Чехии как-то вот особо плохо относятся к иностранцам, на мой взгляд. Особенно, если речь идет о условно больших городах, типа Остравы с тремя сотнями тысяч жителей. Скорее, просто если человек не зазнается условно, если человек не ставит себя выше других и не относится к культуре людей, в стране которых он живет негативно и как-то просто плохо, то никаких проблем у него с адаптацией не возникнет. Люди здесь достаточно открытые, люди здесь славяне, поэтому я всегда говорил и до сих пор считаю, что Чехия – это не то чтобы Европа, это такая европеизированная Россия. То есть, в Чехах узнаются черты характера свойственные и русским тоже. Поэтому проще, наверное, втереться в общую массу людей, чем в какой-нибудь Скандинавии условно. Язык. Без языка адаптации не будет. Ну, понятное дело, это везде так, и в России тоже вряд ли посчитаете адаптированным иностранца, который говорит с вами на английском языке условно. Конечно, нужно знать язык, чтобы тебя принимали условно за своего. Но для начала, в принципе, он, наверное, не особо нужен, зависит от места работы. Вот на первом месте работы, куда я пошел, там, кроме чешского, никто не знал ничего другого вообще. А в замечательном ТИЭТО, там только английский и все. То есть в нашей команде мы говорим по-чешски, но это только потому, что мы там все условно чехи или чешский понимаем. А если в команде появляется какой-то иностранец, то все переключаются на английский язык. Вот письменная корреспонденция вся на английском, ну и все такое. Вот я лично знаю энное количество иностранцев, которые сюда приезжали из Индии, из Америки, из... Откуда еще? Из Германии, кажется, не знаю. Которые сюда приезжали на работу на там пару лет, два-три года условно, они это заранее знали. Они язык просто тупо не учили из этих соображений, потому что зачем, типа, мне учить язык, если я здесь на ограниченный срок. И они спокойно себе совершенно жили и не тужили. Конечно, в каких-нибудь аптеках нужно будет объясняться жестами, показывать бумажку с названием лекарства, скорее всего, чаще всего. В каких-нибудь супермаркетах там, в принципе, вообще общаться не нужно. Поэтому, ну да, можно прожить. Но язык нужно будет выучить, если здесь собираетесь оставаться. Подкаст грязного трактора. Как работает полиция, пожарная и медицина? Спрашивает Дмитрий. Да, я просил пояснить, что конкретно интересно узнать. Ну, вопрос, чисты ли ДТП и прочие происшествия. Я даже специально послал на принтер бумажку со статистикой ДТП по Мораско-Селевскому краю, но, к сожалению, забыл ее взять с собой, когда ушел с работы. Но, насколько я помню, за что-то, по-моему, первую половину 2014-го, что ли, года я нашел какую-то статистику. Там вроде как в Острове было написано 300, с чем ДТП произошло. Я не часто вижу ДТП. Иногда, да, но не часто. Здесь не такие бешеные водители. Здесь не бывают пробки в питерском и московском представлении. Здесь бывают пробки в понимании островаков, но для меня, например, это совсем не пробки. Я не жалуюсь вообще никогда почти. Один раз я попал в ДТП, которое произошло по моей вине. Подробности рассказывать смысла нету, но могу сказать, что полиция приехала достаточно быстро, и вообще весь процесс впоследствии произошел разборок тоже достаточно безболезненно, просто и хорошо. Стахуило, ну, там, по-моему, мелкое ДТП, ничего такого серьезного, да, просто чиркнулись друг об друга, так сказать. Вот. Что еще сказать? Все хорошо с полицией. Хорошо ли следят за опасными районами? Сложно сказать. Я не бываю в опасных районах. У нас в Порубе, которая не опасный район, полицейских периодически вижу, патрулируют, да, вот, и плохо припаркованных тоже проверяют, штраф выписывают иногда. Редко, но бывает. И контролеры, кстати, тоже бывают. В общественном транспорте, но волнами. То есть вот сейчас я контролера не видел уже, не знаю, год, наверное, может быть, чуть меньше. А потом вдруг начинается и там раз пять друг за другом каждую поездку, каждый день вижу. А потом опять затишен. Не знаю. Как-то так. Почему аптеки не работают по выходным? Уточнение тоже. Ну, потому что по выходным ничего не работает. Кто же будет работать в выходной день? Это же Европа, здесь в выходной день отдыхают. В выходной день работают, правда, что супермаркеты, большие торговые центры. И я подозреваю, что аптеки в этих самых больших торговых центрах тоже открыты по выходным. Вот. В остальном, ну, закупайтесь заранее лекарствами. А если что приключилось, то всегда открыты пункты, те самые там неотложные, куда можно приехать, или там скорую можно вызвать, естественно, и в выходной день, и в праздничный день, и когда угодно. Со скорой здесь все хорошо, у них по регламенту положено, что, соответственно, у них сколько-то там минут есть на то, чтобы доехать до вас. Они, по-моему, всегда успевают. Здесь люди вежливые. И когда видят, что едет скорая, полиция, или пожарники с включенными там мигалками и звуковыми сигналами, то по закону нужно их пропустить. И это не значит, что ты, типа, там в сторонку подвинулся, а ты реально подвинулся в сторонку, хоть на газон, пофигу, остановился и ждешь, пока они проедут. Нужно сделать им дорогу. Вот. И это выполняют реально все, вот без исключения абсолютно. Хоть там люди на последней развалюхе какой-нибудь там Трабанте едут, да, там, Трабант, это условно местный аналог нашей, я не знаю, запора какого-нибудь. Хоть это какой-нибудь там на БМВ какой-нибудь крутан. Все остановятся и пропустят. Поэтому все здесь работает в этом плане как по часам. И транспорт, кстати говоря, привяжу к этой теме общественной. Автобусы, трамваи, троллейбусы ездят исключительно вот минута в минуту, не опаздывают почти никогда. За эти пять лет я два раза, по-моему, видел опоздавший автобус. А наоборот, другая ситуация с поездами. На поезда здесь традиционно все ругаются, потому что они часто, наоборот, приезжают поздно и опаздывают там минут на 15, даже на полчаса могут опоздать. Вот. Такие дела. Подкаст грязного трактора. Ну и следующие два вопроса, последние, которые здесь задавали, собственно говоря, это, во-первых, от Кату, есть ли какие-то особенности работы государственных органов в плане вымогания взяток за каждый чих? Нет. Все. Все цены на все услуги обозначены нормальным ценником. Зачастую ценника нету, то есть в смысле цен нету, в смысле это бесплатно, выдача справки какой-нибудь. Я когда собирал документы для получения гражданства, я вам потом кину ссылку в чате на свой пост в блоге, я это описал достаточно подробно, свою ситуацию, да, у меня она все-таки несколько, в каком-то роде уникальна, поэтому может быть, не всем будет полезно, но тем не менее, там написано, за какие справки с меня деньги брали, за какие нет. По большому счету, вот условно налоговые с меня все инстанции брали справки, брали деньги за справку, брали они 100 крон, как бы и все. А какие-нибудь там социалки ничего не брали, выдают просто так. Ну и никаких намеков я лично не встречал нигде, что типа, а вот не хотите ли, вот мы вам побыстрее делаем, если бы вы там нам, не знаю, 100 крон положите в паспорт. Я не знаю, как это самое, что на это ответить еще. Ну и флайер спрашивал про районы Остравы, где есть цыгане, куда лучше селиться и так далее. Острава вообще большая, чисто по площади, она очень такая распластанная, так сказать. Хотя, конечно, если сравнивать с Москвой, то никакая она небольшая, но это не важно. Районы Остравы. Я не во всех был, могу сказать так, что вот какая-нибудь есть районы Гробовка, Дубина, это районы дешевые, это спальные районы с панельными домами и ничем таким особо выдающимся, но они дешевые. Там в пределах условного миллиона можно купить хорошую трешку. Миллионы крон, естественно. Даже четырехкомнатную, я думаю, реально купить вообще без проблем. Там будет много цыган, потому что это дешевый район. Еще много цыган в центре, как ни удивительно, потому что цыгане бывают очень богатыми из-за того, что они сосут социальную систему, знают все ладейки и все оттуда, все соки выкачивают. Поэтому в центре, несмотря на то, что квартиры там не самые дешевые, но и не самые дорогие, там цыган много, потому что квартиры там очень классные. Там старый фонд, там высокие потолки, большие площади и так далее. И архитектура очень классная. С другой стороны, есть Селевская острова, где-то уже есть цыгане. Здесь постравят цыгане всюду. Просто где-то их больше, где-то меньше. Селевская острова, я ее толком не знаю, она по другую сторону реки островится. И она тоже не дешевая. Есть поруба, где живу я. Поруба, она тоже разнообразна. Там есть старая часть порубы, есть новая часть порубы с панельными домами. Я живу в старой части. Там кирпичные дома, тоже старые фонды. Там цыган мало. Но есть районы внутри порубы, типа улицы под названием Делнецка, где цыган в свою очередь опять много. То есть как бы нужно как-то так вот ориентироваться, не знаю, смотреть на конкретные предложения, что ли. Но вообще, в принципе, классно живется в порубе. Это такое тихое место с красивой московской архитектурой. Они вдохновлялись советским зодчеством, скажем так. Вот. Все там есть тихо, мирно. Как-то так. Вот. Есть еще Марианские горы и Фифейды. Это тоже такой район близок к центру. цыган, ну, в принципе, немного вроде. Ну, здесь тоже в основном панельные дома, хотя некоторые из них низенькие, то есть не совсем многоэтажки. Между порубой и Марианскими горами есть район, называется, как же он называется, Гулваки. Там цыган дофига и больше. Есть район свинов, он тоже между этими всеми делами. Там не знаю, сколько цыган, я там толком не бываю, там железная дорога, что расположено. И аптека дешевая. Как-то так. Спрашивайте, спрашивайте, если вдруг кто соберется в Острову, можете ко мне в личку даже стукнуться или опять же сюда в общий чатик, и я попробую ответить. Хотя мы вот этот сайт завели, чихопедию, так сказать, да и на Тракторим все перенеслось с чихопедии, где, может быть, когда-нибудь руки дойдут, то я это все распишу. У меня там была заготовка обрубок для Острова, и там даже перечень всех районов был, про каждый хотел хоть что-нибудь написать. Как-то так. Род Дой спрашивает, поговаривают, что русским после ВНЖ ПМЖ почти никому не дают. Это так? Ну вот мне дали, например. Видимо, не мне одному. Дают все. Главное, чтобы все чисто было в истории условно. Чтобы налоги исправно платить, он не нарушать нигде, работа, чтобы была чистая, чтобы как-то квартплата платила исправно. Если все хорошо, то все хорошо. Серж, спасибо за вопрос. Зачитаю. Вот ты говоришь, что цыган много, а как вообще с обстановкой? Можно ли вечером или ночью гулять или зависит от района? Бывали ли опасные случаи у тебя лично? У меня лично опасные случаи бывали в России, когда меня в школьные годы в затылок, так сказать, это долбанули хорошо. Здесь опасных ситуаций не встречал. И хотя в новостях периодически и с завидной частотой даже пишут про всякие случаи насилия, про пропавших детей туда-сюда, лично не знаю никого, у кого были бы какие-то проблемы. Машины грабят. Вот это я слышал. Более того, даже у условно родственника несколько раз грабили машину. Но это, опять же, зависит, наверное, от района и от того, где-то эту машину оставляешь. Я свою оставляю под окнами на одной из центральных порубских площадей. Собственно, там, где я живу. Там рядом банк туда-сюда и никто не лезет. С другой стороны, у нас вот именно конкретно в наших краях этой самой порубы цыган действительно немного. Вот. Так что, как-то так. Вечером гулять ну вот в этих вгулваках, в какой-нибудь там на какой-нибудь дубине, я бы не решился, наверное, так просто. То есть, я бы, в принципе, вышел бы, наверное, но жену бы не отпустил, наверное. В порубе тоже пишут в новостях, опять же, что там какие-то насильники иногда орудуют периодически, то тут кого-нибудь изнасилуют, то там. Но как-то я больше доверяю порубе. Более того, у нас устраиваются даже иногда ночные всякие действия. У нас летом раза три-четыре устраивают выходные катаний, то есть там перекрывают всю, перекрывают весь порубу идет для машин на все выходные. И днем и ночью народ там катается на роликах, скейтбордах и прочем. Такая вот штука. Я ночью тоже выходил, очень клево было. Там, конечно, в основном подростки всякие тусуются, ну, и что? Почему бы нет? Подкаст грязного трактора. А заодно, чтобы два раза не вставать, никто тут не спрашивал, но так, вскользь, покасательный, по поводу языка. Вообще, островский язык очень прикольный. Островаки прожан не любят и вообще этих всех из богемии, потому что у них свое, свой говор, скажем так. Прожаков вообще, местные говорят, что прожаки очень как-то это самое погейски говорят, по большому счету. То есть, как-то так на распе втянут такие, типа, эле, цитоэ. В Острове народ быстрый, это самое резкий, как бы, тут нету времени, которое можно потратить на то, чтобы тянуть всякие гласные, поэтому островский язык отчасти проще для изучающего, потому что чехи, в смысле, островаки единственные, по-моему, во всей Чехии не тянут долгие. Вот эти вот буковки гласные с черточками над ними, да, это называется долгота, как это называется по-чешски, чарка, вот, с чарками. Они вообще-то по правилам тянутся, да, если есть какое-нибудь там слово, типа, там, вокзал на дрожи, то нужно его сказать на дрожи, вот, условно, да. Островак его не будет тянуть, здесь это не тянет, здесь все редуцируется и никому это нафиг не нужно, вот. Ну и плюс всякие словечки островские, да, которые мы обсуждали уже здесь в чате текстом когда-то давно. Островское словечко бо, это потому что, да, то есть стандартное чешское протоже, островаки сокращают до бо или какой-нибудь там цип, это типичное сравнение, когда тебе, например, дико, дико, не знаю, холодно, да, типичное, опять же, скажут, зима, як цип. Вот. Вообще, островаки клевые. Подкаст грязного трактора. Я вернулся домой с работы и поэтому, скорее всего, уже на ваши вопросы ответить не смогу, если какие-то еще появятся, потому что теперь у меня в программе дня дети, семья и так далее. Предлагаю этот выпуск, так же, как предыдущий, так стихийно получилось закончить анекдотом. Это тоже закончу анекдотом, который мне пришел в голову сейчас, когда я ехал домой в связи с как раз моей заметкой о островском языке, островском диалекте. Есть такой анекдот, я его слышал уже раньше, на самом деле, про питерцев и москвичей в подобной, так сказать, форме. А тут его рассказывают про островаков и прожаков. Собственно говоря, прожак приехал в наш Моравско-Селевский край по каким-то там делам, ну и где-то там в какую-то деревушку, значит, он туда приехал, ну или мелкий такой городок, вот там речка такая течет, а он идет, как-то лето, жарко, просто дико пить хочется, и вообще, и как-то ни магазинов, ничего вообще вокруг нету, но он спустился к этой речке, значит, начал, значит, пить, одной рукой зачерпывает, набирает и пьет. И тут мимо, значит, идет островак и говорит, кричит ему, эй, ты, говорит, парень, да, говорит, эла, говорит, типа, ты, может, от этой речки-то бы не пил бы, а то туда, это, говно сливают вообще-то у нас тут, из деревни. Вот, а прожак так оторвался от речки и с типичным пражским акцентом его переспрашивает, типа, чё, 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 чего ты сказал? Да, типа, а это самое, а островак так услышал, что это прожак, и говорит ему, более членораздельно и четко говорит, я говорю, ты двумя руками зачерпывай, а то одной мало набираешь. Эмиграция. Европа, Америка и остальная океания. Реалии, нюансы, перспективы. Бесплатно и без СМС в подкастах грязного трактора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова